день дорогие друзья в анапе сегодня температура воздуха плюс 18 по прогнозу должна разогнаться до плюс 20 дует ветер 12 метров в секунду это говорит о том что мы едем море прям море прям шторма и он будет очень сильный вам советую сегодня пристегиваться наливайте чаечек и наблюдайте на обзоре будет пляж машин и катерская тема сах 1108 ну и те самые плюс 18 градусов подъезжаем джима темп на пионерский проспект города анапы гостевой проезд как можете увидеть людей уже на нем сожалению нету сезон летний осенний закончился некоторые торговые ряды до гостевом проезде все также продолжают работать даже экскурсионные точки это значит в рябинушке еще люди отдыхают это столовая номер 7 придорожная столовая то это аптека хозмак и напротив у нас продуктовый магазин и люди все-таки присутствуют которые гуляют здесь по улицам и конечно немного но они все же есть позвать какие у нас тучи на небе но солнышко нет нет проглядывать даже еще есть цветы на деревьях красота анапская осенняя и торговые ряды все еще работают ловят последних клиентов из нас олимп находится и впереди фея 3 проход к морю кривой тоже еще есть торговые ряды открытые но здесь что-то совсем тишина и спокойствие зимняя анапская по деревьям видно как продувает ветер с моря таки пока стоял слышал как жаловались люди что продувает очень сильно ветер метет песок это то что нам надо сегодня больше 12 метров в секунду ух на пиках до 18 должно разгоняться солнечную зону и здесь районе 4 сезонов на пионерском проспекте совсем другая красота осенние разнообразные краски зеленые багряные в общем подъезжаем к реке машин друзья мои поворот с пионерского проспекта здесь дорога печальная так и никто еще не взялся облагораживать все еще за того что тут с левой стороны по самой реке считается частная территория надеюсь когда-нибудь это уже отменят наши суды разглядят здесь реку машин я думал что это случится после подтопления но нет в этом году в начале сезона мы видели как здесь ставили ограждение пытались сделать платные парковки хорошо что администрации нашла себе силу и ничего у них не получилось это анапские погодные качели кто-то у нас шортах майка кто-то в куртках тут ребята смотрите тренируется по дуном бегают вверх да 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 и что у нас здесь в море уже раскладываются кайты уже есть кайтеры в воде у нас только разгоняется шторм он будет еще сильнее но чуть-чуть попозже пока на 12 кайт у нас зайдет туда посмотрите какая красота песочек метет ветер дует это самый кайф то за что надо любить анапу я пока путешествиях был нигде не ощущал вообще в принципе ветра там небольшой морской бриз приходил и все даже когда приходили большие а здесь у нас разгул стихии это то за что любят анапу мы с вами сейчас будем наблюдать запуск кайта вот так вот да да отпустили не вовремя и чуть не произошла беда запускать кайт тоже надо идет подготовочка некоторые кайты уже накачаны и смотрим по сторонам пляж пустынный все же поубирали и везде красота черноморском посмотрите как далеко по морю находятся наши райдеры покоряя стихии а кто-то просто пришел пообниматься посмотреть уф песок метет очень сильно 10 метров пробывает сейчас ребят я смотрю что девятые кайты накачивают и заходят в водичку постепенно потихонечку но спуск что-то пошел не так здравствуй морешко наша любимая классная и прекрасная краски особенно когда тучки заходят просто фантастик и посмотрим что там в море с кайтерами происходит у нас такая возможность сегодня присутствует вот он идет волна получается где-то метр пятьдесят метр шестьдесят потому что кайтер скрывает между гребнями посмотрим на вот так вот вылет красава отлично посмотрим будет ли еще один прыжок будет готовиться по крайней мере что-то все сбрасывает скорость просто откатывается назад ну в общем это то за что люди любят море еще один подход видим как кайтер заходит это Александр но прыжок тоже не делает и в это время мы не заметили как у нас здесь произошел старт еще одного кайтера невообразимая стихия друзья в которой тянет очень сильно в которой хочется находиться и ощущать всю эту силу и мощь природы надо только определиться какой кайт мне все-таки проект потому что смотрю ребята катают кто-то на двенашках кто-то на девятках самый кайф это покорять конечно волны проходите сегодня ветер хороший волна такая более прямая но сильное боковое течение будет сносить у нас по идее стоит еще и усиление ветра лучше будем следить за этим ну и давайте посмотрим что происходит вообще на нашем побережье у нас практически все поубирали с пляжа остались небольшие конструкции люди несмотря на такую погоду вышли к морю и я всем советую друзья приходите гуляйте наслаждайтесь этим воздухом потому что оно того честно стоит ух ты вот это там был полет пропустили мы и смотрим другую сторону в район джиматэ тоже очень много людей на берегу гуляет дышат морским воздухом что ветер пришел пора и мне переодеваться и готовиться к запуску море шторм как я тебя ждал в позиции начинается все с накачивания кайта и конечно же с его запуском тут не показано что надо все притащить собрать размяться и только уже потом мы берем в руки доску кайт и выходим в море сегодня я был счастлив несколько раз больше чем обычно потому что впервые не катал такой большой промежуток времени а в море мы не были середины лета помните тот большой шторм и я полетел врываться на сегодня не было большой волны но и этого было достаточно чтобы прочувствовать мощь и силу стихий получалось так довольно таки неплохо прыгать и летать над волнами то есть уровень моей подготовки уже гораздо выше чем был раньше я думаю что в комментариях это оцените я сначала думал оставить видео без озвучки но потом подумал что все же надо поделиться эмоциями потому что счастлив был наверное как хатика который дождался у хозяина а я дождался шторма в море у нас еще два дня но ветер будет слабее к сожалению тот максимальный прогноз который был он не сбывается но тем не менее пришел все же ветер и дал возможности сегодня собраться огромному количеству людей которые очень любят ветер море и когда они соединяются вместе получается огромная туса вы уже видите что кайтов стало в море больше к концу каталки моей я сегодня катал два часа десять минут было уже прям столпотворение не получалось подъехать к споту чтобы спокойно прыгнуть очередной прыжок но здесь неудачное приземление было мы только что видели как я обхожу в волну это нереальные ощущения когда от тебя гребень волны разбивается и ты его проходишь раньше не удавалось первого раза пройти волну и часто море меня как бы перемешивал вместе с ней вместе с песком в этот раз уже гораздо лучше все получается ну сами видите стойка уже хорошая да и прыжочки в принципе отлично получается я доволен у меня чуть больше года каталки и вот я выхожу на второй круг сказать это второй сезон вы только что видели от натальи видеосюжет насколько много было кайтеров но помимо того что он показал как со стороны это выглядел он решил все-таки еще вас с собой взять в море чтобы прочувствовали и скорость которой ты летишь над волнами и посмотрели на прыжки конечно камера не передает все те ощущения которые там испытываешь что по моему лице думаю все абсолютно видно и понятно что напряжение идет очень сильно и потому что он постоянно надо принимать решение куда как чё почему так как каждое неверное действие приводит к падению и сразу на тебя налетает волна ведь чуть притормозил заехал на плечо волны чтобы не попасть как раз таки под пену пена на такой консистенции что ты когда на нее наезжаешь ты проваливаешься от воды ты отталкиваешься там как в яму падаешь вроде бы и вода и в то же время она еще тебя несет в берегу то есть ты теряешь натяжение стропы тормозит кайт делаем разворот и летим уже непосредственно в море вот посмотрите один из проходов краски самого сложного участка это перед берегом потому что здесь волна разбивается она приходит сегодня на секунд 78 каждый может быть чуть меньше и вот между ними надо было успевать проходить и при этом не налететь на следующую обрушающуюся волну сейчас видите перепрыгиваем одну сразу же вторая волна и здесь у нас китер появляется на котором подпрыгиваем и приземляемся все хорошо двигаемся дальше в общем ощущение эти непередаваемые я советую абсолютно всем ребят кто имеет возможность желание покорять море у нас кайтеров в анапе становится все больше сегодня приехала из разных регионов большое количество людей и говорит это не о том что людей сложности с выездом за рубеж потому что обычно в это время мы катали свои небольшой компании и никто не ожидал что сегодня столько людей мы увидим на спорте вот так полет выбираем место для приземления и поехали дальше можете общутить вот сейчас в этом видео как пролетая мимо обрушающиеся волны тут приходится немножко отвлекаться на съемку и поэтому и получается разогнаться еще быстрее для хорошего прыжка но тем не менее я думаю что делиться кадрами эмоциями ощущениями из черного моря обязательно надо тем более особенно для тех кто любит море не находится далеко от него такой контент должен заходить вообще от души в принципе думаю что никто особо у нас не снимает то что на одном человеке видел там какой-то гопрофу на голове а все остальные там но фоточки с берегом только и все неудачное приземление и поплыли следующий проход у нас опять уже из глубины начинаю потому что с той стороны гораздо красивее наблюдать за всеми этими моментами чем когда ты идешь не по солнцу кадры так я думаю красивее получается здесь решил камеру поставить на себя чтобы вы все-таки попробовали прочувствовать напряжение потому что когда ты находишься в море ну а что самое главное ребята хороший кайтер это живой кайтер все получилось получилось классно сегодня у нас на споте было невероятное количество людей познакомился с ребятами из ростова которые приехали с москвы всем хорошей каталки прогноз еще на два дня но завтра послезавтра будет послабление ветра и он должен быть более стабильный волна встала волна небольшая всего лишь два метра примерно я катал почти в пять с половиной метров и вот я жду именно такого что он по прогнозу изначально он такой должен был быть но немножечко не то что мы ожидали но спасибо ксении за то что папа съемочку сделала надеюсь что видосик вам понравился и ждут вас комментарии делать еще такой формат или нет потому что она довольно таки сложно так то емко и надо ли не надо вам все всем пока всем пока черноморская с вами был юрий и ксения я не знаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...